Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества и столетию Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, прошли в Наринмаре. Глава региона Александр Цибульский посетил воинские части, расположенные на территории округа, и лично поздравил военнослужащих с праздником. Торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества, начали с минуты молчания. Почтили память невернувшихся с войны ветеранов. Первые лица округа, представители общественных организаций, возложили цветы к обелиску Победы. Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн, вооруженных конфликтов и подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны на Аллее Славы. Нас очень долго пытались развалить в этой части. И когда вдруг неожиданно увидели, что наши вооруженные силы способны выполнять такие операции, о которых многие даже не представляли, что это возможно, с нами по-другому заговорили. Поэтому я хочу сказать с праздником наших защитников, низкий поклон за то, что вы делаете. Мы вами гордимся и благодаря вам мы можем сегодня ощущать себя великой страной и великой нацией. Верность присяге и военному долгу. Бесконечная любовь к России сегодня характеризует нашего российского солдата. Далее глава региона отправился в воинские части, чтобы лично в этот праздничный день поприветствовать и поздравить тех, чья профессия – родину защищать. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Я хочу вам сказать, что мы гордимся вами. Вы те люди, благодаря которым мы спокойны с теми ночами. Это не такие красивые слова. За этим действительно стоит большой смысл. А вечером для военнослужащих во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт. Первый заместитель главы округа Юрий Мурадов вручил благодарственные письма губернатора за заслуги высокий профессионализм военнослужащим и представителям силовых структур округа.